сутки туристы остоловисты сегодня у нас на обзоре фурьер от real steel дизайн ивана брагенца нож этот выпускается в клинке гарпун как вот у меня сейчас представлен принципе гарпун я считаю что если у нас есть вот клинки там тантоиды там клейпойнты классический там шип фут и так далее так далее то гарпун в принципе он тоже имеет место быть он имеет право на существование на отдельное название почему потому что клинок гарпун это именно выход вот сюда вот наверх обуха который сразу же сопровождается фальш лезвием то есть в таком стиле многие делают ножи и это я считаю что этот именно вид клинка он может упоминаться отдельно как отдельный вид вот или skinner skinner там все очень мега профессионально почему потому что у него прям такая глубочайший провал режущей кромки прям очень-очень такой ярко выраженная брюшка и так фуриер real steel в данном случае гарпун дизайн ивана брагинца 175 миллиметров длина клинка 76 миллиметров ширина клинка 26 миллиметров толщина по обуху 3,6 миллиметра финиш клинка сатин столько n 690 кстати говоря real steel and 690 делает хорошую приятная у них рукоять или микарта или оливковое дерево и 1 и 2 вариант крайне классно смотрится очень красиво сразу же забегая вперед скажу и микарта и оливка смотрится в обрамлении выступающего хвостовика действительно очень неудачное такое решение монтаж ясно понятно full танк вес 78 грамм ножны кожа кожа у нас горизонтального ношения светлая парадная очень красивая прям такая на заглядение что я могу сказать нож сам по себе ведь если горизонтальное ношение то нет смысла трясти но он все-таки держится достаточно хорошо достаточно уверенно в ножнах извлекается ясно понятно за кольцо и несмотря на то что n 690 коррозийно стойкая сталь можно было бы здесь конечно пробить отверстие для того чтобы клинок дышал чтобы ножны не прилип учитывая что они кожаны вообще если брать вот так вот я сейчас вспомнил некоторых российских производителей которые делают просто очень классные очень качественные невероятно грамотно собранные фиксиды но у них с фолдерами вот как бы ну не получается нормально вытащить то в данном случае у нас китайский производитель который сделал очень собрал очень аккуратный фиксит а уж про фолдера the real steel я вообще молчу за свои деньги они отлично и делают ножи вот но нужно немножко конечно могли бы быть и поаккуратнее здесь красивый кремовый цвет здесь все присутствует но вот конечно строчку пробивали так от души с другой стороны видите здесь толщина кожи какая неимоверная скорее всего вручную и лупили поэтому идеально ровной такую строчку не назовешь но с другой стороны нужно получились действительно такие нарядные прям нарядные и так на сайте realsteel.com стоит этот нож 105 евро соответственно если вы пошукаете где-нибудь там я не знаю поскребете по сусекам пометете по амбарам то скорее всего более менее чуть дешевле вы этот нож все равно найдете так как я недолюбливаю и это мягко сказано кольца в рукоятях я спросил за глубинный смысл этого кольца у самого автора ножа ваня говорю вот на пурку а по ты сделал это кольцо в рукояти и оказалось глубинный смысл есть почему потому что нет у меня опыта скорняжных работ а у ивана есть и очень немалый как он не объяснил при разделке и снятие шкуры с некоторых животных например внутри или бобер иногда необходимо иметь две свободные руки тогда мизинец просто продевается в кольцо нож провисает вы там раздираете расчленяете двумя руками эту тушку то есть руки фунциклируют полностью причем здесь я даже когда он мне объяснил я даже совершенно дальше продолжил его мысли согласен то есть я с ним сразу же согласился почему потому что когда у тебя действительно нож вот во всем вот в этом вот ты не просто там какую-то курочку разделываешь на кухне и выпендриваешься нет а у тебя действительно нож во всем вот в этом вот говне его просто так вот так вот в одно движение не ототрешь и класть его там неважно на какую поверхность это или испачкать поверхность или чтобы на нож набежала туча всяких разных непонятных как говорится микроорганизмов поэтому с этой точки зрения безусловно я с автором ножа согласен то есть это действительно и удобно здесь хватает места и для всего этого функционирования как говорится фуриер кстати переводится именно как с корняк и нож рассчитан именно на подобные работы без фанатичного углубления в какой-то батонинг и строгание также можно с ножа снять накладки и он превратится в скелетник правда на хрена это делать я особо не понимаю почему потому что если у вас будет скелетник то в принципе здесь все-таки рукоять идет целиком в ножны нужно рассчитанным именно на рукоять с накладками и скелетник у вас будет ну вот может только именно для какой-то грязной работы особая смысла не вижу почему потому что здесь зазоров нет просто взял помыл и все по итогу после работы но так как я и я осмелюсь предположить многие мои зрители не являемся с корняками не мы не сдираем кожу там стушек ежедневно то я в любом случае этот нож воспринимаю именно как небольшой универсальный фиксированный иди сишник то есть нож смешанного типа городской слэш какие-то легкие прогулки обычно обычно вот как говорится когда говорят в чем твоя проблема моя проблема заключается в том что даже если я не строгаю ножами там не не заготавливаю дрова кубометрами я в любом случае делаю это на тестах и именно на тестах вот это кольцо она мрачно давит в мизинец здесь я вижу будущее я вот изо всех сил сжимая я понимаю что она будет давить мне в мизинец условно не особо сильно то есть на самом деле посмотрим я предполагать не буду что все равно если брать какую-то твердую деревяшку как говорится дуб все расставит по своим местам дуб от ильи берзона авторский как говорится вот поэтому я рассматриваю любой нож именно с точки зрения обычного какого-то функционала и здесь что-то мне подсказывает что несмотря на скромные размеры клетка в 76 миллиметров и вполне можно будет что-то там и порезать и нормально там что-то приготовить и и Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok плюс были у меня случаи когда нож даже на брусе просто ни в какую и никак то есть просто это было не реально поэтому начнем мы уличный тест именно с 5 сантиметрового бруса аккуратная дулечка здесь как вы видите весь нож у нас на каких-то дополнительных насечках обратный хват кстати говоря очень даже тоже колумбийский то есть по сути реально вот если брать ножи с вот с этими вот кольцами специализированные в целом какие-то дизайнеры просто их рисуют для красоты без какой-то привязки именно конкретики здесь привязка конкретики совершенно четко имеет место быть но для меня как для человека который как правило ими не пользуются я могу сказать я вот кручу нож в руках что она меня и не раздражает то есть нет такого вот неприятия плюс можно как-то научиться крутить каким-нибудь способом особенно зверским в общем и целом отличный небольшой такой действительно универсальчик он реально небольшой то есть его совершенно можно не просто там где-то прятать как тело жирные утесы нет его совершенно спокойно можно именно вот в раскрытом в раскрытом состоянии носить в кармане джинсов и не будет напрягать плюс извлечение именно не из каких-то горизонтальных ножен а именно из кармана будет достаточно веселым потому что нужно будут у вас принципе зажаты именно в кармане если вот так вот кольцо будет торчать то это происходит достаточно быстро и весело все спасибо за просмотр всего доброго пока